Всем привет! Доброе утро! И с вами снова Наталья Клокова. И я только что закончила очередную свою ежедневную тренировку. Сегодня я занималась ровно час, и я прошла 5400 шагов. Пока! И вы знаете, когда ходишь час, приходят хорошие очень мысли в голову, и я сегодня решила записать серию видео для вас. Видео, такие маленькие поддержки, поддержки наших участников клуба снижения веса в достижении их цели. И вы знаете, о чем я подумала сегодня? Я буду с вами говорить в этих видео о 12 причин, влияющих на наше здоровье. И сегодня мы поговорим о первой, самой, пожалуй, главной, и это психосоматика. Что такое психосоматика? Очень быстро и ясно вам даст понятие такая история. Врач говорит больному, ты болен, и нас трое есть ты, есть я и есть болезнь. И результат лечения будет зависеть от того, на чью сторону станешь ты. И вы знаете, я подумала, что вот в нашем проекте это прямо один в один история. То есть есть трое, есть вы, есть ваша проблема лишний вес, и есть я, есть проект «12 недель до новой тебя». И за нами стоит команда ученых, величайших ученых современности во главе со Стикстеном. И вопрос результата вашей работы в этом проекте – это результат того, на чью сторону встанете вы. На сторону жира и вашего лишнего веса или на сторону проекта и здорового образа жизни. И вот это и есть психосоматика. Психосоматика – это то, как вы влияете на процесс, ну даже на зарядку. Вот я бегаю, раньше бегала летом, бегала 5-7 километров каждое утро. Сейчас у меня скандинавская ходьба. Вот мои палочки. Это не важно, можно просто ходить. Важно двигаться в этом направлении. И 10 тысяч шагов – это привычка, о которой я буду постоянно говорить. Это самое легкое из того, что вы можете для себя сделать в области физических нагрузок. Так вот, я занимаюсь этим уже 6 лет ровно, с апреля месяца. И с апреля месяца 2009 года. И вы знаете, наверное, вы тоже со мной согласитесь, вот часто можно видеть людей, которые вот бегают, но с такими лицами. И хочется, что хочется подойти и сказать, слушай, дяденька, ты, пожалуйста, сиди дома, но не надо тебе уже так мучиться. Понимаете? Есть люди, которые делают свои каждодневные прогулки, пробежки весело, легко, явно испытывают этого удовольствие. Так вот, давайте, если мы сегодня поговорим о психосоматике очень коротко, начнем с маленьких шагов. То есть каждое утро, я знаю, что вы сейчас выходите, вы мне пишите, спасибо вам за эту обратную связь. Так вот, давайте контролировать, как вы это делаете. Обязательно это делайте с удовольствием. Я выложила в группе видео Нарбекова. Вы знаете, в свое время, много-много лет назад мне посчастливилось учиться в этой школе, у Нарбекова. И тогда, много-много лет назад я пришла туда не от радости, от того, что мне нечего было делать. Я пришла тогда, когда был один из самых, наверное, тяжелых периодов в моей жизни. И меня поражало, как бились с нами наши тренеры, что нужно себя заставлять искусственно вызывать радость, искусственно вызывать положительные эмоции, искусственно наполнять себя энергией. Я не понимала, как это. Сейчас я это делаю с удовольствием. Сейчас я очень хорошо понимаю, что это и есть психосоматика. Это и есть создание своего тела. И каждый раз, когда вы будете делать уставную гимнастику по Нарбекову, а это было одним из наших домашних заданий, еще раз напоминаю, видео выложено в нашей группе, в закрытой группе ВКонтакте. И каждый раз, когда вы выходите на прогулку, завязываете веревочки, вот здесь вот в углах рта, здесь вот их завязываете, и у вас улыбка. Улыбка. И в час ходите с этой улыбкой, представляя, как радуются ваши суставчики, наконец-то движение, как радуются ваши мышцы, как обалдело ваше сердце. И вы обязательно почувствуете этот результат. 90 дней вырабатываем эту привычку, а потом вы будете кайфовать от этого. Вы будете получать ни с чем не сравнимое удовольствие. И уже вот эти свои прогулки не променяете ни на что. Пока-пока. С вами была Наталья Клокова. С вами была Наталья Клокова.